давно мы что-то с вами не красились поэтому предлагаю налить чаек или кофеек поболтать немножко потому что есть что обсудить и хочу как раз таки показать новые продукты в действии которые недавно показывала в распаковке из золотого яблока и первое с чего я всегда начинаю это санитайзер для рук я сбрызгиваю руки дезинфицирую потому что сейчас буду наносить базу на лицо при помощи пальцев я вообще на самом деле не люблю наносить косметику руками но вот базу мне приходится носить руками кисточками не очень разуме кажется что кисть очень много база забирает себя и расход получается большой но база у меня стандартные неизменно это или местах опустим я немножко наношу базу я наношу еще с курсов по макияжу там девочка но визажист которая меня учила краситься она говорила что так мы подготавливаем кожу увлажняемые к нанесению тонального средства базу очень приятно вот или мисс она увлажняющая на нее очень хорошо ложится тональный крем и она светоотражающая то есть лицо начинает сиять мне на самом деле очень нравится вот эта вот штучка от шарлотта тилбери но она к сожалению очень темная она очень темная и я ее смешивал вместе вот с этим тональным флюидом от laura mercy это больше даже не тональный флюид от увлажняющий крем с эффектом тинта он очень светлый и на лето в принципе вот это комбо я наносила но все равно вот этот конечно очень рыжит хотя он мне безумно нравится по оттенку и наношу я сейчас вот такой вот сиси крем от эрбориан зелененький я его очень давно покупал ну как давно наверное полгода назад и перестала им пользоваться покупала я его по одной простой причине потому что у меня были высыпания очень сильные и красные он перекрывает эти покраснения и я даже иногда его под тональный крем использовала как базу чтобы скрыть покраснение сейчас у меня с кожей дела обстоят лучше и я его просто использую в качестве сиси крема и ничего сверху никакой тональник не наношу он не сильно маскирует он больше скрывает вот красноту но какой-то оттенок он все равно дает и у него с спф должен быть до спф 25 моем любимом тональном креме кстати не знают по моему нету спф вот я вот этот очень люблю но у меня здесь осталось немножко его и пока золотом яблоки его нету я уже присматриваю на иностранных сайтах чтобы заказать через байера его ну я надеюсь что может в яблоке появится и смогу купить в яблоке пока его экономлю так и наношу свой корректор под глаза вот дёр у меня другого просто нету консилер наверное правильно но я немножко так точечками наношу я вчера была на массаже я записывала видео что пойду на массаж аппаратный массаж аппаратом icon iconic по-моему так он называется icon iconic как-то так это что-то похожее на lpg массаж то есть ты тоже надеваешь этот костюмчик беленький и тебя сверху специальными какими-то такими колобашками по тебе проходится у него суть что он вакуумный и какие-то у него разные ролики разные захваты что хочу сказать я пошла просто из интереса потому что я давно хотела попробовать lpg массаж хотела вообще понять что это за такой за аппаратный массаж то что на обычный я ходила и на самом деле я действительно после первой процедуры у меня была пробная процедура я кстати люблю когда салоны делают пробные процедуры с ценой чуть поменьше временем чуть поменьше но ты можешь попробовать процедуру и понять нравится она тебе не нравится готов ты за нее платить не готов вчера мне было 30 минут пробного массажа то есть сначала проходится по всему телу то есть руки талия живот бедра попа ноги и кстати перед массажем спрашивают какие зоны вы хотите проработать и какие зоны вас больше беспокоит они сделают замеры можно взвеситься и также они могут сделать на ваш телефон фотографии чтобы вы могли отследить динамику в общем я все это сделала естественно потому что мне очень интересно стало будет ли результат и после первой процедуры действительно есть результат кожи во первых она подтянулась и вот что хочу сказать у меня проблемное место это не за живота но у многих женщин я думаю есть проблемы с этой областью и действительно он стал меньше он стал более ровный и такое как плоский вот но посмотрим потому что это первый день после массажа посмотрим какой эффект будет но говорят что нужно ну мастер говорит что нужно сделать 10 процедур ну посмотрим насколько меня хватит потому что я на самом деле даже эпиляцию лазерную не отходила вот как надо там с этим промежутком я ходила когда когда мне удобно и в принципе у меня тоже эффект очень хороший после лазера вот я в рилсах снимала подробно аппарат то есть там видно что за аппарат название его так клинику немножко поэтому можно посмотреть у меня в рилсах что за аппарат такое точно у него название так следующее нанесу свой теперь любимый корректор от анастасии меня девочка который учила краситься говорила что вот так корректор наносить и стика нельзя вот нужно наносить на палетку из палетки она даже смешивала стик с тональным кремом и вот такую смесь наносила на лицо но я попробовала наносить на палетку и долгое время я так тоже делала но на самом деле я такой человек который не особо любит запариваться насчет макияжа что прямо вот надо делать все как вот не знаю написано как принято у визажистов я наношу как мне удобно мне удобно и стик и сразу нанести на лицо все это стушевать и в принципе я не вижу особой разницы если я наношу сначала на палетку а потом на лицо также хотела вам рассказать у меня две недели был в отпуске муж и я вообще не брала камеру я даже рилсы очень мало снимала но благо у меня был материал отснять заранее чтобы особо не переживать что нет контента и у меня произошла такая не знаю можно сказать трагедия небольшая разболелся очень сильно зуб я долго мучилась потому что мы пытались его спасти но чтобы не удалять все-таки свой родной зуб мой доктор она меня уже знает лет десяти наверное зубной доктор и конечно она я вот ну я ее очень ценю в первую очередь за то что она всегда хочет сохранить свои зубы то есть даже когда там остается одна стеночка от зуба она все равно пломбами какими-то штифтами она все восстановит чтобы только был свой родной зуб я была у разных стоматологов которые всегда в первую очередь хотят все удалить говорят давайте поставим импланты но не знаю я очень негативно к этому отношусь потому что если есть возможность сохранить свой зуб природный вот то конечно лучше сохранить все свое чем лепить эти импланты но к сожалению в этот раз нам не удалось спасти зуб и да мне его удалили так что у меня в ближайшую осень наверное ждет протезирование не знаю как это если у кого-то есть протезирование напишите потому что я вообще не представляю как это у меня ни у кого в семье такого не было так что опыт будет первый у меня так я наношу пудру от живанши кстати хочу заказать другую пудру потому что ну не знаю я что-то устала от рассыпчатой хотя она мне очень нравится но мне просто надоело потому что она у меня одна мне она нравится я ей довольна она очень хорошо монтирует но просто хочется иногда чего-то другого то что я ей не знаю уже полгода точно пользуюсь и только ей на самом деле зуб мне очень быстро врач удалила дольше она мне наверное делала анестезию потому что я очень сопротивлялась я безумно этих моментов боюсь но сейчас очень хорошо шагнула медицина очень хорошо очень далеко шагнула стоматология потому что зуб мне вытащили я не знаю мне вытащили зуб все там промыли потому что был уже воспаление и плюс мне зашили ну положили лекарство туда и зашили десну и не знаю наверное вместе с удалением вышло там минут 15 от силы так следующее что я наношу это вот такая палетка хайлайтеров dior но я их не совсем как хайлайтер использую я смешиваю все четыре оттенка и наношу их как румяна за счет вот этого вот коричневого оттенка они немножко похожи на бронзер и за счет розового такого яркого они под каким-то освещением похожи на румяна но мне нравится так я сейчас мешаю следующее нанесу вот мою новинку от поэза тени я их наношу пальцем их можно наслаивать но я наношу так один немножко училась добавлю что вы были понять и обязательно следите за своими зубами за своим здоровьем потому что все потом может быть не очень хорошо и все может закончиться печально но если брать если брать конечно мою историю зубом там это уже сам зуб не очень хороший был его пульпировали очень давно старыми средствами и он конечно был очень плохо пульпирован другим врачом еще когда я ходила в другую стоматологию до врачи могут очень сильно подпортить потому что у меня на самом деле уже два зуба коренных удалены но за счет того что у меня сохранены восьмерки весь зубной ряд встал нормально и нету никаких расхождений плюс сама челюсть очень большая и вот два до зуба мне удаляли уже коренные потому что врачи первый раз мне удалили плохо молочный и там остался кусочек корешочек ну не корешочек а вот такой небольшой кусочек молочного зуба и доктор этого не заметил и просто за счет того что кусочек этот начал разлагаться собственно он повредил мой зуб хороший коренной который рос и пришлось удалить и второй зуб мне на моменте его роста зачем-то запломбировали и получилось что вот эта вот шапочка она очень маленькая а крышки стали расти потому что зуб еще сам не сформировался не вырос и собственно да я лишилась так 2 зуба ну вот сейчас еще 3 лишилась зуба у меня несмотря на то что остались нарощенные ресницы их совсем немножко я уже скоро иду на коррекцию поэтому я чуть-чуть добавляю туши чтобы глаза смотрелись не такими лысыми использую я тушь от vivienne sabo kabare в коричневом оттенке нравится мне эта тушь но с учетом того что я в большую часть времени хожу с нарощенными она у меня лежит вот так про запас чтобы если что ей до накрасить ресницы кстати после того как я покрасила волосы мне кажется вот это мой натуральный цвет бровей он уже весь смылся ну тут немножко перманенты плюс но мне кажется мне идеально подходит под мои новые волосы осветленные чуть-чуть и в принципе я даже не вижу смысла красить брови в салоне беру гель от пусть им нет уже немножко но кстати я заказала на ламоде уже две штуки я уже кстати об этом говорила скоро пойду забирать и как я наношу этот гель я наношу сначала его прям обильно против роста бровей потом еще раз смачиваю ну как до смачиваю кисточку потому что там уже совсем на дне и начинаю прочесывать наверх их но самое главное как поставок я их прочесала наверх я вот так вот прохожусь вот этой черной палочкой чтобы при печатать брови к колбу в общем при печатать брови и в принципе бровь готова то есть пару движений и все у меня есть гель для бровей dior он с цветом такого эффекта он не дает он дает просто цвет дальше у меня есть гель для бровей от живанши скопилось тональный крем он тоже вообще не дает такого эффекта плюс у меня есть два геля от мебелин один с цветом другой точно такой же бесцветный они максимально похожи на пусть и но тоже они не дают такого эффекта они лучше фиксируют бровки чем вот эти два люксовых геля но тем не менее вот с ними добиться вот такого эффекта как от пусси просто невозможно так что вот это вот не знаю все можно выкинуть в помойку но единственное можно вот этот оставить потому что иногда хочется поярче брови когда допустим макияж чуть поярче хочется и брови поярче сделать допустим у дживанши я даже не знаю что с ним делать что он практически новый мебелин уже заканчиваются поэтому их можно спокойно выкинуть прозрачный там наверное не заканчивается вот цветной точно уже подходил концу ну вот собственно пару движений и брови ламинированные готовы мне безумно нравится гель вы видите что действительно он работает я потом вам попробую нанести даже гель от дживанши показать что он так не работает так пусть и плюс у меня был тоже нашумевший гель от арт визаж который тоже такого не делал такого эффекта не давал и вот эти брови будут держаться до вечера так и наверное нанесем помаду возьму гелевый карандаш от vivienne сабо во втором оттенке как нанесли карандаш и дальше помаду от шик в 0 4 оттенки карамель кстати нравится мне эта помада думаю он еще потом купить и тоненьким слоем наношу то что если наносить толстым то помада не подсохнет и совсем тоненьким она очень пигментированная и безумно стойкая и держится эта помада очень долго и даже выдержит какой-нибудь легкий перекус и сейчас еще оденем сережки я сейчас полюбила больше такие пусетки и вот такой вот макияж у нас получился в принципе быстро если бы я не разговаривал я бы наверно его сделала за минут семь-восемь потому что это мой такой повседневный макияж ничего лишнего и сейчас у меня по планам сходить магазин нужно купить кое-что для дома кофе там продукты кое-какие просто хочу прогуляться обычно я заказываю доставку но хорошая погода и хочется пройтись подышать воздухом и сегодня я делала укладку на спрей для объема от кевин мёрфи и что хочу сказать но не знаю может быть я конечно его мало нанесла но давинос мне нравится намного больше в принципе объем есть но он не такой как от давинос я кстати попробую еще нанести побольше мёрфи в следующий раз но не знаю давинос и подешевле и объем у них побольше и эффект мне нравится на волосах больше чем от мёрфи но будем пробовать тестировать но пока я именно к стайлингам склоняюсь к давинос хотя именно шампунь и кондиционер у давинос мне не так сильно нравится как от мёрфи от мёрфи мне безумно нравится шампунь и все что они делают именно для мытья волос а вот давинос мне очень нравится стайлинговые средства у меня кстати лежит еще пенка для волос надо будет ей воспользоваться но сейчас у нас довольно таки жарко я не хочу чтобы у меня просто это все опало станет чуть-чуть попрохладнее чтобы хоть как-то локоны держались не повисли тут кстати какой-то залом я с резинкой ходила то что да нужно выдвигаться уже потому что времени много и потом нужно дальше убираться разбирать свой шкаф и наконец-то пришел мой заказ сломоды заказывала я два геля для бровей от пуси это вот мой он уже практически закончился очень мне понравился я очень долго сопротивлялась и не покупала его думала что все эти отзывы проплаченные но действительно очень классный гель и теперь я не хочу пользоваться никакими другими и будет заказала сразу два на ламоде они по приятной цене лучше чем золотом яблоке точнее выгоднее наверное правильно будет сказать еще я заказала очень популярные заколочки красивая упаковка и я взяла одной рукой неудобно и я взяла прозрачные чтобы подходила подо все попробуем конечно они такие вот пластиковые посмотрим но все очень довольны вот этими заколочками и на ламоде тоже были они приятной цене и здоровская упаковка вот на магните и также заказала крабик я даже не знала что он придет в такой красивой упаковке ну тут был бантик естественно я уже все открыла в рилсах можете увидеть распаковку и вот такой вот крабик я заказала чтобы делать мальвинку а то у меня один золотой из золотого яблока он там что-нибудь в районе 200-300 рублей стоил а этот уже такой подобротнее этот по-моему рублей 800 900 на ламоде стоил но упаковка очень красивая на подарок так что вот такой вот бренд можете найти и тут вот стразики и еще от пусси заказала такую пенку для душа очень вкусно пахнет даже мужу понравилось аромат похож на том форт и удобный дозатор в виде пенки то что я очень люблю эту пенку от ритуалс но ее довольно проблематично достать приходится заказывайте из германии и кстати у меня новинка вот такие вот две полки самоклеющиеся с wildberries все мне нравится единственно конечно вот эту штуку можно было сделать прозрачной